Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале интернет-магазина видеошопер. На самом деле я был очень сильно удивлен, что Samsung выпустила Samsung Galaxy S10 Lite с процессором Qualcomm Snapdragon 855. И фактически Lite приставка здесь особо не нужна. Да, по сравнению с Galaxy S10 он несколько облегченный, но хороший процессор, замечательная батарейка, возможность снимать видео с живым фокусом, с эффектом боке, это практически нигде не встречается. В этом обзоре я расскажу плюсы и минусы этого телефона, чем понравился, чем не понравился, приятного просмотра. Сколько такой телефон стоит, конечно, посмотрите по ссылке под этим видео здесь на YouTube. Начинаем! Первое, что о нем мне очень хочется рассказать, это то, что экран поставили практически неотличимый от флагманского Galaxy S10. Ну, посудите сами, технология та же, Super AMOLED. Разрешение достаточно высокое, получается почти 400 пикселей на дюйм, что действительно много, картинка очень сочная, слитная, красочная. Есть, кстати, и Always On Display. Это на заблокированном экране отображение времени и в разные картинки можно даже свою какую-то поставить. Телефон обладает металлической рамой и пластиковой спинкой сзади, разных расцветок при том. В телефоне единственное, наверное, что меня несколько удивило, это отсутствие разъема 3,5 миллиметра для наушников, но в комплекте есть переходник. Либо можно использовать, конечно же, Bluetooth беспроводные наушники. В смартфоне совмещенный слот, памяти в телефоне много, 128 гигабайт как минимум и 6 гигабайт оперативки, но при желании можно вместо второй сим-карты поставить карту памяти. В телефоне нет стереодинамиков, но, опять же, это версия Lite и динамик только один на нижнем торце. Динамик достаточно громкий и четкий. Также, конечно же, есть разъем для подключения к компьютеру и зарядки, это Type-C. И еще одна из фишек этого телефона, это быстрая зарядка 45 ватт. Это действительно очень много, телефон заряжается просто космически быстро. А самая емкость батареи здесь 4500 миллиампер в час, это очень много. С такой батареей, в принципе, его можно и на пару дней растянуть, а может быть и больше. Опять же, как будете пользоваться? Про процессор, я думаю, сильно рассказывать ничего не стоит, по той простой причине, что просто знайте, на данный момент это один из самых мощных в мире процессоров, который существует. Это Qualcomm Snapdragon 855. Набирает там почти полмиллиона виртуальных попугаев, если это вам важно. Работает очень быстро, и если вы будете использовать какие-то тяжелые программы, возможно, на телефоне будете монтировать видео, либо что-то еще делать, либо, может быть, почему нет, майнить какую-то криптовалюту или играть просто в тяжелые игры, то этого процессора вам хватит очень надолго. В данном случае, я говорю, что Samsung большие молодцы, процессор классный. Батарея не подкачала, экран совершенно не подкачал, еще раз повторю, экран восхитительный. Это супер AMOLED технология, экран очень хороший. На нем приятные фильмы смотреть, и YouTube, и все, что угодно. Действительно классно. Основная камера на 48 Мп, она с оптической стабилизацией. Вторая камера из трех основных, это камера широкоугольная, для широкоугольных фото, и для широкоугольных видео. И третья камера, она для макро. Если для вас важно снимать что-то вблизи, то вы включаете макро режим и фотографируете. Будет реально круто. Фронтальная камера встроена в верхнюю часть экрана, прямо в дисплей, отверстие сверху. Кстати, здесь же внизу встроен сканер отпечатка пальцев прямо в экране. Это реально технологично и это удобно. Сканер работает, кстати, быстро. Так вот, по качеству камер я могу сказать, что оптическая стабилизация работает при видеозаписи, разумеется, лучше всего в режиме Full HD 30 FPS. Что касается качества фотографий, то, на мой взгляд, они очень даже неплохие. Мало того, что телефон хоть и является лайтовой версией флагмана, он неплохо снимает ночью, особенно с ночным режимом. Фотографии получаются хорошие. Единственное, чем он уступает флагманскому аппарату, тому же Galaxy S10, ребят, ребят, не знаю, а их, кстати, развелось очень много. Есть Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy 10e. Если вы просто не знаете, что купить, то перейдите по ссылке под этим видео в интернет-магазин видеошоппер и напишите или позвоните, вам ответят и помогут выбрать. Все очень просто. И могу сказать, по качеству фотографий и по видеозаписи телефон отличный. Единственное, в чем он уступает флагману, это ночная видеосъемка. Вот тут флагман однозначно будет лучше. В остальном фотографии получаются красочные и фронтальные камеры, и основная. Еще раз подчеркну его достоинство, интерес, это возможность снимать видео, как селфи, так и просто видеосъемку вести с эффектами размытия с эффектами в боке. Это реально круто. А если вы, кстати, сделали фотографию с живым фокусом, с эффектом в боке, то вы можете на телефоне после этого изменить фон задний, прямо с телефона. Напоследок скажу, что в телефоне есть все необходимое. Пятый Bluetooth, например. Возможность расплачиваться в магазинах. Есть модуль NFC. И телефон практически не отличается, да вообще точнее не отличается от флагмана. Только у флагманов еще вот здесь вот грани скошены, здесь не скошены. Но подведем итоги. Плюсы какие? Это однозначно очень качественный Super AMOLED дисплей. Это большая батарейка 4500 мАч с очень быстрой, сверхбыстрой зарядкой 45 Вт. Это очень неплохие камеры с эффектом в боке и основная камера с оптической стабилизацией. Это Qualcomm Snapdragon 855, который, что бы вы с ним ни делали, он реально будет вам работать верой и правдой несколько лет. Один из самых мощных, возможно, самый мощный процессор на текущий момент в мире. Минусы, но хотелось бы непонятно, зачем убирают разъем для наушников. Если у вас есть уже проводные наушники хорошие, то подключать приходится через переходник. Нет водозащиты, нет беспроводной зарядки, но опять же версия Lite должна оправдывать свое лайтовое название. На этом у меня все. Я, как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Не забудьте посмотреть цену под видео на этот телефон, либо там его приобрести. Цены хорошие. Отвечаю. Магазин знаю очень много лет видеошопер. И подписывайтесь на канал, всегда много интересного. Счастливо!